День на этом острове День на этом острове День на 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 острове А это куда класть? Здесь оставляйте? Здесь? Отлично. Да я вообще без палки, понял? Вот эти хорошо прожарились, они и без палки вынимаются. В Шри-Ланке в это время года и так не холодно. А здесь на печке вообще хорошо. Ну, в общем, ладно, всё понятно. Будем считать, что технологии я освоил, тем более, что тут действительно тепло. Боюсь, что если посижу здесь ещё немножечко, то сам из своей собственной шкурки выпаду без всякой палочки. Мужики, а не надо. По дороге на фабрику мы заехали к моему другу Лос-Анте. Это его мама и папа. Лос-Анте его мама и папа, ланкийские самогонщики. И приехали мы сюда немножко. Я на работе, много не пью Лос-Анте. Чуть-чуть, хватит. Кокосовая пальма плодоносит в течение полугода. Ну, в месяц примерно с двух пальм падает 25 орехов. Но если в соцветие, из которого рождается кокосовый орех, отрезать и привязать туда чашечку на самой верхотуре пальмы, то сок пальмы, который предназначался для того, чтобы кокос вырос и набрал крепость, сок пальмы попадает в миску. Мама не пьёт? А, тоже пьёт. А тебе? Где твой стакан? В этой-то миске, преодолевая процесс брожения, сок кокосовой пальмы превращается в брагу. Потом её, конечно, можно перегнать и получить из неё то, что почти во всём мире, во всяком случае, в том мире, который когда-то попадал под влияние арабского халифата, то, что называется арак, водка. Ну, а в деревнях предпочитают пить брагу. Будьте здоровы. Дай Бог, а мы не чокнули с вами. Успех вашему семейству. Расцветание вашему семейному бизнесу. Вкусно? Вкусно? Гуд? Я могу. Ну, если честно, мне не нравится совсем. Перебродившая брага с каким-то привкусом кокосом орехом совсем не пахнет. Но, видимо, она служит своему главному предназначению, ради которого люди и рискуют свою жизнь, залезают на кокосовые пальмы, привязывая туда ёмкости для сбора сока. Ой, спасибо. Это надо завернуть и съесть вместе с тарелкой? Или надо отдельно? Это можно пахнуть? А-а-а. Без тарелки. Это без тарелки. Это барановые. Да. Тарелку не едят. Ой, спасибо большое. Спасибо. Вот так выглядит ланкистская закуска. Это что, юка? Это называется маньок. Маньока. Маньока. Так. Кокосовый салат. Кокосовый салат. Жарная рыба. Жарная рыба. Вот такой закуской на банановой тарелке наши ланкистские братья заедают свою огненную воду. Но теперь всё-таки поедем на фабрику, посмотрим, как они делают масло. Ну вот она и есть фабрика по производству кокосового масла. Как это происходит, вы сейчас увидите. Давай. Ну вот, то, что было ещё недавно, лично у меня очищенным, подсушенным и выковыренным кокосом превратилось вот в такую мелкую тёплую стружку, которая дурман ещё пахнет кокосовым орехом. Ну, как видите, санитарные нормы и гигиенические правила строго соблюдаются на фабрике. Теперь эту стружку надо помесить вон в ту кокосомолку и на медленном огне продолжать процесс дробления частичек. Поживут люди, а? Кокосы совковыми лопатами грузят. И счастья своего не понимают. Что вы со мной, как злухой, не кинь, не мыл? Говори, теперь надо ведро туда положить, понимаешь? Вот, кокосик. Ещё надо, да? Хватит. Хватит-то хватит. Ждём 8-10 минут, чтобы это месиво хорошенько нагрелось, а частички стали ещё меньше. Ну вот и готово. Можно, конечно, было ведро сразу подставить, чем потом лопатой с пола это собирать. Ну уж такие привычки на этом производстве. Переходим к следующему технологическому этапу, где, собственно, и рождается кокосовое масло. Туда? Туда? Здесь. Если вы ещё не догадались, это огромная электрическая соковыжималка. Это кокосовый жмых. Когда коровы и свиньи видят его, у них даже слюнки текут. В самом деле, жмых используется крестьянами потом для прокорма своих прожорливых домашних животных. из этого резервуара насос подаёт масло во второй фильтр тончайшей очистки. И здесь кристальной чистоты жидкость собирается в бочке. Это и есть кокосовое масло? Да. Хорошее? Отличное. И что, вы его пьёте? Да что вы, мы на нём готовим. Готовят? Это правда. Ланкийцы используют кокосовое масло при приготовлении почти всех блюд своей кухни. А если вы сейчас отправитесь в свой бодуар и возьмёте крем, который делает ваши лица и руки, ваши прекрасные лица и руки, ещё прекраснее, то вы обнаружите, что в состав почти всех самых дорогих и самых дешёвых кремов входит вот это вот кокосовое масло. Теперь вы знаете, как они его здесь делают. На протяжении многих веков на Цейлоне лечить болезни помогали людям рецепты древней аюрведы. А когда были бессильны рецепты, на помощь приходил Рокша, легендарный принц, повелитель восемнадцати демонов. Демона, который вызывает болезни глаз, демона глухоты, демона безумия, ну и всех прочих негодяев, виновников человеческих хворей. Такие маски делаются только здесь, в Шри-Ланке. Пойдём посмотрим, как маски Шри-Ланки используются шаманами в ритуалах белой и чёрной магии. Делают маски вот такие ребята, как Денеш. Да, Денеш? Да. Из дерева, которое называется кадурум и растёт по берегам рек. Это очень лёгкое дерево. Так. Вот так. Материал мягкий и, главное, нехруткий. Денеш, ну вот ты делаешь маски, которые охраняют от демонов, другие приносят удачу. Ты как-то ощущаешь на себе, тебе это в жизни помогает или это, в общем, старые сказки? Не знаю, мне кажется, в эти маски верят только старые люди. а молодёжь предпочитает обращаться к врачам, а не к шаманам. А, то есть это сейчас не работает уже? Ну, не знаю. Честно говоря, я на себе не пробовал. Я уже, тебе, ты смотри, я тебе тут ничего не испортил пока. нет, нет, всё в порядке. Пока нет. Сколько времени ты делаешь, Денеш, вот такую маску? Ну, чтобы закончить маску полностью, мне нужна примерно неделя. Неделя? Ну, подумай, ты надо раскрасить. Красит другой человек уже. Да. Пойду с ним познакомлюсь. Спасибо тебе большое. Спасибо. А красит маски Саман. Саман. Я Михаил. Саман, скажи, пожалуйста, ты можешь изменить цвета, как хочешь, или есть точные правила, что вот глаза должны быть белые, губы должны быть там нос коричневый. Нет, я сам ничего не придумываю. Я раскрашиваю эти маски точно в соответствии с традицией. Ну, традиция великая вещь. Кроме того, в Шри-Ланке традиционно раскрашивают эти маски естественными красками. Их получают из различных трав, коры различных деревьев, добавляют туда лимон и известь, которая катализирует цвета. Так, Саман, я бы хотел что-нибудь тоже попробовать тебе помочь. Буду сейчас пытаться испортить какую-нибудь маску. Так, надо, понял. Нужно сначала почистить шкуркой, чтобы грунтовочка была гладенькой. Интересно, что рецепты вот этих естественных красок тоже существуют с древних времен. Здесь на острове есть храмовые пещеры, где сохранились фрески, которым две тысячи лет. Собственно говоря, есть три вида масок. Первые, это те, о которых я говорил в начале, лечебные. их используют шаманы, исполняя нечто вроде танца изгнания дьявола. У дьявола какой-то болезни. Есть маски для народных представлений, шутливых, а есть такие, как это, ну просто символические что ли. Вот повесишь такую в дом, большая стабильная зарплата практически в кармане. Вот твой товарищ, который режет маски, он считает, что они не работают, что это все сказки. Ты согласен с ним? Нет, я с ним совершенно не согласен. Эти маски работают так же, как и много лет назад. В общем, нам приезжающим в Шеланку многое не видно. То, что мы порой воспринимаем как украшение в действительности скрывает в себе смысл. Ну вот, например, у Будды была видимая аура, состоявшая из нескольких цветов. Красный, синий, желтый, оранжевый. Эти цвета, ну не то, чтобы считались священными в Шри-Ланке, но, тем не менее, они не просто украшения. Ты кого-нибудь уже учил или я у тебя первый ученик? во всяком случае, вы первый иностранец, первый, которого я обучаю. Мастер исправляет ошибки. Окей. Дальше. Все? Теперь надо, чтобы высохло на солнышке. Да? Да я сам отнесу. Ну вот она почти готова уже. Чья-то удача. Конечно, мой товарищ будет над ней работать, наносить мелкие детальки, но это произойдет уже тогда, когда краска подсохнет. Не знаю уж, работают ли эти маски в действительности или это и впрямь старые сказки, но что совершенно точно, что это самый популярный сувенир для тех, кто приезжает в Шри-Ланку. Едва ли кто-нибудь уберегся от соблазна увезти такую маску себе домой. Ну что ж, пойдем дальше. Океан всегда был главным богатством острова. Он веками кормил многие поколения ланкийцев. Он же был главной дорогой, по которой сюда увозили в дальние страны знаменитый Цейлонский чай. В 2004-м океан взял себе тысячи жизней и принес людям горе, которое не измеришь ничем. Но для тех, кто живет на острове, сердится на океан, все равно, что сердится на самих себя. Куда им без океана? Ну, а теперь самое время обмыть сапоги в Индийском океане. Рыбу ловят во всем мире, но так, как ее ловят на этом острове, не ловят больше нигде. Рыбалка на шесте. Для успеха требуется леска, иголка и акробатическая ловкость. Итак, я иду, карабкаюсь на палку, и она ломается. Нет, нет, ты смотреть, этот человек ходить с тобой, первый раз лезть, ты повторять. Просто сидишь там, да, и так вот. Тут интересно, что тут используется не крючок, а иголка согнутая с наплавленным на нее свинцом. Самодур, по-моему, у нас называется это на море. Ноу шаркс. Тут нет акул. Ни одной. Пошел. Уверен. Уверен. У меня такое ощущение, что я, если дойду до этой палочки, то вряд ли на нее залезу. Окей. Калу, 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 Калу. Ты иди на тот шестер. Мама дорогая. А как я, как я обратно это слезу? Подержи удочку. Так. Будем считать, что я покорил этот Эверест. Видимость потрясающая. Самое забавное, что там подо мной действительно много очень мелкой рыбы, которая почему-то даже не разбежалась, когда мы проводили операцию по затаскиванию меня на этот столб. Таким странным способом на Цейлоне ловят рыбу много веков. Если вы думаете, что можно прийти пораньше и занять шесток, ошибаетесь. Здесь у каждого рыбака свой персональный шест цепляет. Ах, сошла! Сошла! Но поймать довольно сложно. На иголке нет зазубрины, как на рыболовном крючке. и рыба сходит, не удается подсечь. Вот она, ах ты чё! А-а-а! Поймал? А-па! Вторая сошла. Всегда у рыбака внутри него борются две вещи. С одной стороны, когда не клюёт, он думает, ёлки-палки, зачем я это делаю? Ну, азарт говорит ему, подожди, подожди, сейчас ты поймаешь самую крупную рыбу, которую бы когда-либо ловили ланкийские рыбаки. Столько! Ну, я её поймал! Вы видели, я её поймал! Никто не сможет сказать, что я просидел, как воробей на этом шесте и не поймал ни одной рыбы. Поймал одну, но не очень большую, но поймал. Ой! А-та-на! Ладно, бог Троицу любит. Вот она! Эх ты, чёрт! Но была третья, крупная была. Аж уточка прогнулась. Иди ко мне, маленькая, иди ко мне, хорошая моя, иди ко мне, хорошая. Вот он, мой боевой трофей огромного размера. Но я и так собирался её отпустить. Потому что ведь не ради добычи, а ради того, чтобы познакомиться с удивительным способом ловли, изобретённым ланкийскими рыбаками, стал я воробышком на шесте. Так, ребята! Now операция Теперь проводим операцию СОС. Меня нужно отсюда снять. Так. Так, 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 всё, всё, всё! Всё, всё! Всё, спокойно! Всё расслабились! Всё, окей! Хорошо, я стою на ногах. Всё в порядке. No problem. Ты видел, я поймал рыбу? Ты видел, я поймал четыре штуки. Four. You don't see this, no? Four. You can? We are not healthy. No. That was my price. Мы просто договорились с этим Бармалеем, что если я не поймаю рыбу... Не, он просил сначала вообще кучу денег за это удовольствие. Я ему сказал нет. Я плачу тысячу, если ничего не поймаю. И две, если наловню рыбу. Он говорит, нет, я должен заплатить тут всем моя последняя цена полторы тысячи рупий. Вот, пожалуйста, пятьсот рупий он потерял. Что ты давно смеёшься? Что ты смеёшься всё время? Серьёзно. Мы с победой возвращаемся. Виктори. Ну вот, вы видели? Я это сделал. Хотя сомневался с самого начала. Более того, был уверен, что этот шесток не выдержит. И вы посмеётесь над тем, как я элегантно плюхнусь прямо в стаю рыб. Но я вам не доставил такого удовольствия. Я поймал четыре штуки. Привет. Что делать, если жизнь не удалась? Всё валится из рук нелады на работе и в семье. Ответ понятен. Надо заказать танец демона. Только он и способен избавить вас от дурного глаза. Во всяком случае, так считают здесь, на Шри-Ланке. Танец демона. Традиционный обряд изгнания бесов, лечения болезней, избавления от сглаза. Танец демона – магическая процедура, которые прибегали на острове ещё в древние времена, когда все прочие усилия выздороветь или преодолеть череду невзгод не увенчивали с успехом. Тогда и заказывали шаману танец демона. Любопытно, что шаманы на острове всегда представители низшей касты, и ремесло это традиционно передаётся от отца к сыну. Вы едва ли увидите нечто подобное, даже если сами приедете на Шри-Ланку. Это самый настоящий, непредназначенный для туристов танец демона, который заказал человек, сидящий сейчас у импровизированного алтаря. Он считает, что его сглазили и попросил помощи у шамана. Субтитры создавал DimaTorzok ищет. Демона А теперь шаман уговаривает демона уйти. Изыди, говорит демон проклятый, из человека, дай ему спокойно жить. Не уйду, говорит демон, хочу остаться в нём. «Нет, уходи, пожалуйста», говорит ему шаман. Вот так они и разговаривают. Шаман только что бросил в огонь особый ароматический порошок, запах которого до смерти боится демон. В руках у него цветок банана, с помощью которого он раздувает огонь. Считается, как только демон, вселившийся в человека, унюхает этот запах, он в страхе убежит восвоясь. Обряд временами напоминает деревенский спектакль с грубоватыми шутками и нехитрыми репризами, которые заставляют улыбнуться и зрителей, и самого пациента. Ланкицы – доброжелательный, улыбчивый народ, у них даже обряды изгнания демонов выходят не страшными, а забавными. Но это, собственно, финал церемонии. Шаман желает больного благополучия и долгого здоровья. Он абсолютно убежден, что демоны покинули его. И теперь у этого человека все будет как надо. Это почти невозможно поверить, но Суни – шаман в девятом поколении. Все его предки, без исключения, занимались этим ремеслом. Суни, объясните, что это за маски, что это за демоны? – А вот этот? – Ничего не понятно. А это? – Это как раз болезнь, которая делает остальные демоны. Вот эти. Он избавит. – То есть это самый добрый, самый добрый демон? – Да, добрый. – А как часто, ну сколько раз в месяц вам приходится приходить к людям? – Это 10-15 больных. – 10-15 больных? – Да. – Ну и как помогает? – Да. – А на что чаще всего жалуются? – От вредного глаза. – От вредного глаза. – А этот демон тоже может от вредного глаза? – А я могу попробовать надеть эту маску? – Да. – Можно? – Можно? – Ну повяжите мне, как правильно. – Да, хорошо. – Ага. – Ага. – Ага. – Да, это я, демон добра, который избавит вас от дурного глаза и всех болезней. Уходите, болезни. Уходите, демоны, от зрителей программы «В поисках приключений». Ну вот, собственно, и все на сегодня. Время нашей программы подошло к концу. Спасибо всем, кто был с нами в этот час. Увидимся ровно через неделю где-нибудь еще. До свидания. Что, не так делаю? Ну подожди, дай приноровиться. Боюсь, что если посижу здесь еще немножечко, то сам из своей собственной шкурки выпаду. Что живут люди, а? Кокосы с совковыми лопатами грузят. А как я обратно-то следу? Иди ко мне, маленькая. Иди ко мне, хорошая моя. Иди ко мне, хорошая. Что ты там насмеешься? Что ты смеешься все время? Ну вот, собственно, и все на сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok